Мировые лидеры съезжаются в Нью-Йорк. Здесь завтра в штаб-квартире ООН будет подписано Парижское соглашение по борьбе с климатическими изменениями. В декабре договор одобрили 196 государств, 155 из них в пятницу поставят подписи под документом. В интервью RTVI это событие прокомментировал официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер. Завтра будет исторический момент для всего человечества, в том числе Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Все глобальные лидеры, завтра около 50 глав государств подпишут Парижское соглашение. И я думаю, что за этот момент они хотят положить в сторону, может быть, все внутренние политические проблемы. И они хотят сказать всему миру, что есть международное единство по поводу всех усилий для ограничения глобального потепления. Если вы хотите, чтобы я сказал, какие страны являются ключевыми аккерами именно в этом соглашении, я думаю, что, безусловно, это Китайская Народная Республика и тоже Соединенные Штаты Америки. Потому что эти две страны представляют больше, чем 40% глобальных выбросов. И вот почему именно вот это соглашение, соглашение между китайцами и между американцами, конечно, это был ключевой момент. И на самом деле весь мир ожидал этот момент долгие годы. Один из мировых лидеров, который завтра подпишет климатический договор в штаб-квартире ООН, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он уже прибыл в Нью-Йорк и первым делом отправился на боксерский ринг. В Бруклине глава канадского правительства провел показательный спарринг для групп молодых атлетов. Акцию проводит благотворительная организация, помогающая детям из неблагополучных семей. Партнером по боксу для Трюдо стал Юрий Форман, известный американский и израильский боксер, бывший чемпион мира и первый ортодоксальный еврей, завоевавший чемпионский пояс более чем за 70 лет.